Доброго времени суток YouTube, уважаемое медицинское сообщество, уважаемые психофизиологи, уважаемые контрагенты. Это видео для медиков и про медиков. Буквально за последние 2 или 3 недели моими сотрудниками сделано было более 50 информационных рассылок, информационных звонков по поводу совместной работы между медицинскими организациями и лабораториями психофизиологического обеспечения. Вся Россия сейчас живет на данный момент по приказу 29Н, приказ о медосмотрах. Обследуют всех и вся при трудоустройстве на работу, при каких-то экспертных вопросах. Одним словом, прежде чем попасть куда-то на работу, каждому работнику Российской Федерации необходимо пройти медосмотр. Эти самые медосмотры проводятся по приказу 29Н. О нем знают все медики, организаторы от медицины, ночмеды, заведующие различного рода организациями, как правило, это дамы, иногда реже мужчины, ну, всяко бывает. Одним словом, 29Н у всех на слуху, они об этом приказе знают все и вся и по нему, собственно, работают. Но по какой-то причине существует второй приказ, который называется медосмотры по приказу 749Н. Вот об этом приказе мало кто знает. Удивительно. Дело в том, что эти два приказа, они как близнецы-братья, они очень-очень похожи. Только этот приказ 29Н для обычных работников, ну, допустим, там, любое трудоустройство связано с прохождением по 29Н. Любой ночмед спит и видит, чтобы заключить такой приказ с окружающими его предприятиями и, соответственно, проводить эти самые медосмотры. У нас медицина, к сожалению, не лечит, она проводит медосмотры. Медики за счет этого приказа зарабатывают деньги. Ну и замечательно, ну и хорошо. Заключили договор, какой-нибудь там арматурный завод с какой-то медицинской организацией поблизости. Ну и, соответственно, направляют туда отдел кадров, дают направление перед трудоустройством или в случае мониторинга состояния здоровья. И, в общем, медики радуются, живут за счет этого, получают от этого предприятия деньги, выполняют приказы министерств различных. Все кажется хорошо, но большой объем работников, связанных с потенциально опасными видами работ, железнодорожного транспорта, нефтегазовой промышленности, атомной промышленности, атомного сектора экономики, авиапредприятий, они проходят медосмотры по приказу не 29Н, а по приказу 749Н. Но наши медики не хотят заморачиваться, получить от ФМВА абсолютно бесплатно по закону лицензию на проведение медосмотров по приказу 749Н, просто не хотят шевелиться и игнорируют его полностью. А вот приказ 29Н они знают, и от того и от другого приказа стреляются все организации и предприятия Российской Федерации, как от 749, так и от 29Н. Они очень странные, абсурдные во многом, очень похожи, очень близки друг к другу. Но только вот это для обычного токаря или слесаря. Приказ 29Н предустройствует его на работе или там обслуживающего персонала РЖД транспорта, какого-то там авиатранспорта. А вот этот приказ, начмеды и руководители от медицины различных медицинских организаций, которых по стране несколько сотен тысяч, в каждом городе как минимум от 2 до 3 до 4-5 различных медцентров, клиник, и все они мечтают, и мечтают только о том, чтобы заключить договор на медосмотры, на медобслуживание. Чтобы, простите меня, чтобы зарабатывать деньги. Российские медики зарабатывают на медосмотрах и ни на чем другом. Они не лечат, они лишь только осматривают своих потенциальных контрагентов, работников своих контрагентов, безлежащих предприятий. Здесь то же самое, только для лиц опасных профессий. Еще раз подчеркну, это атомщики, нефтегазовщики, газовщики, ну и другие лица, там летчики и так далее, и так далее, и так далее. Вот такое у нас состояние на данный момент в Российской Федерации. Вот об этом приказе, по моим сотрудникам, по моим информационным письмам и звонках моих сотрудников, по всем вещам, там Ярославль, Калуга, Ноябрьск, от Владивостока и до Москвы, об этом приказе знают 5% ночмедов, они вернее знают, но молчат о нем почему-то, или заведующих каких-то клиник и так далее. Вот этого приказа не знает никто, единицы в процентном отношении, это 1-5% знают. А по этому приказу все хорошо живут, все хорошо работают. Это так на самом деле. Удивительная ситуация, страшная ситуация. Почему-то происходит, ума не приложу. Может быть мне кто-то под этим видео напишет и разъяснит из медиков, почему вот этот приказ знают все и вся и страдают от него. Этот приказ не знает никто, ну вернее формально в кавычках не знают, все о нем прекрасно знают, рассылка от ФМВА идет им постоянно. Куча документов, каждое утро там спускают из Москвы. И тоже страдают от него. Предприятие страдает во многом, потому что вот этот приказ, это полная формальность, сделанная для того, чтобы медики просто зарабатывали. А этот приказ для того, чтобы обеспечить культуру безопасности человеческого фактора, потенциально сложных производств или видов деятельности. Этим не хотят наши медики заморачиваться, а на этом они живут и не просто живут, а хорошо живут. Проводя там медосмотры слесарям, условно говоря, или устраивающимся на работу лицам. Это для медиков плохо и хорошо одновременно, в большей степени хорошо, потому что это деньги. Вот от этого приказа им тоже плохо и хорошо, но они этих денег не хотят, ленятся. Стесняются оторвать от стула некую часть тела, оформить лицензию и обслуживать людей нормально. Предприятия страдают, потому что их контролирует любое потенциально опасное предприятие, а их тысячи и сотни в России, сотни тысяч. Потому что медики не хотят работать по этому приказу. Удивительная вещь. Им не хочется заморачиваться. Их и тут неплохо кормят медиков. А что-то делать сверх того, чтобы обеспечить действительно должное медовслуживание лицам опасным в профессии, летчикам, которые падают, машинистам, которые инфаркты случаются постоянно, профессиональные заболевания. Им до этого приказа дела нет, нашим медикам. Вот почему видео называется «Про медиков и для медиков». Вот этот, если не бардак, то, по крайней мере, какое-то странное отношение к нашим медицинским приказам, несомненно, тут присутствует. На этом все. Если мне кто-то пояснит, почему такое разногласие происходит, почему, ну, как бы я уже объяснил вам, да, отчасти, то есть я понимаю суть ситуации, но почему полное непонимание со стороны медицины, сложных моментов, нежелание задуматься над тем, что происходит и как это происходит. Здесь для них деньги, огромные деньги для медицины. Все мечтают заключить договор на медовслуживание. Любая маломальская клиника, там частная, какая угодно, мы хотим медосмотра, они только на это и молятся. За это они получают и берут деньги с организации предприятий, которые им платят. А здесь же та же самая ситуация. Но только в более узком смысле. Для действительно опасных лиц, для действительно опасных видов работ применяется 749 приказ. Для техничек и вахтеров со слесарями 29, номер 29Н. Конечно, таких людей больше, с ними меньше мороки и возни. Что там, сдали анализы, денежку хорошую сейчас за анализы получают. Медики наши провели, прогнали между стандартными специалистами, терапевтом, офтальмологом и так далее. Там 5 или 6 специалистов. И все, человек пошел работать. Все довольны. Здесь та же самая ситуация. Это деньги и большие деньги, господа медики. Вы почему-то их не хотите зарабатывать. Просто ленитесь оформить себе лицензию. А там даже, по-моему, лицензия не требуется. Общая лицензия на медорганизацию. Ее вполне достаточно, чтобы исполнять медицинские указания ФМБА, утвержденные, подписанные премьер-министром Ишустиным. Они одинаковые по сути. И с ними надо работать. Но ситуация патовая, просто вообще невозможная. Медики лентяи в этом смысле. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.